Волшебный месяц январь дарит нам большое количество праздников, среди которых особое место занимают январские музыкальные вечера. Что может быть лучше, чем удивительное упоение души от изысканной классики. Репертуар очередного форума искусства разнопланов и разножанров. Это подкупает публику, которая с удовольствием приходит на праздник музыки. Мы учителя немецкого языка из седьмой школы, поэтому очень любим классическую музыку. Мы всегда посещаем Моцарт, Бетховен, Индельсон, Гендель, так что пришли сейчас, надеемся, что сюда тоже будет немецкая музыка какая-то. У меня родители были музыканты, особенно мама, была певица. Она вложила в нас свою любовь к музыке, и у меня она пошла. Я не могу без театра, без музыки, я не могу. Поэтому если приезжать каждый год в январьские вечера, я всегда еду на них. Мы ценим тот факт, что уже 32 года идет этот фестиваль. Сейчас в эти минуты в Минске из рук главы государства наши работники культуры города Бреста получили специальную премию за проведенные мероприятия по тысячелетию. И я уверен, что эта премия включает в себя и этот фестиваль, который начинал в прошлом году, начало празднования тысячелетия. Поэтому фестивалю быть, быть не один год. И то партнерство между государством, частной инициативой, которое мы видим в формате этого фестиваля, оно успешно продолжается. Открывая 32-й фестиваль, Александр Рогачук подчеркнул, что никогда не сомневался в долгожительстве форума искусства. Для этого есть как минимум две причины. Во-первых, брещане обожают классическую музыку, и каждый гость нетерпением ждет встречи с новыми артистами. Во-вторых, за организацией мероприятия стоят не просто неравнодушные люди. Это те, кто искренне переживают за такое важное для города дело. Все лучшее, что уже наработано в нашем городе, будет продолжаться и дальше, в том числе и в культурной составляющей. И этот фестиваль имеет в этом культурном блоке особое значение. Поздравляю всех с вступившим годом, с Рождеством. Поздравляю всех с тем, что мы достойно отпраздновали, но не менее достойно мы будем дальше развивать наш город, продолжать развитие нашего города. Не забываем, что самое главное – это наша душа, наше сердце, в котором особую роль имеет именно классическая музыка, именно январские музыкальные вечера. Все с праздником! 32-й международный фестиваль январские музыкальные вечера объявляют открытым. Концерт начался с увертюры «Дом-мажор» Дмитрия Смольского, который исполнил оркестр белорусских народных инструментов Брестского музыкального колледжа имени Ширмы под руководством Алексея Захарчука. С первых аккордов публика затаила дыхание и с особым трепетом встречала каждое новое произведение. Вообще Брестская публика замечательная. Я всем благодарна, что звонили, волновались. Тысячелетие прошло, иду через площадь. Скажите, тысячелетие прошло, а фестиваль будет? Я говорю, в фестивале тысячелетие. Ничто никому не мешает. Очень умывались. Но всем-всем я благодарна. И Бресту я поэтому отдала жизнь и отдаю. Только потому, что все замечательно-замечательно. Одним из сюрпризов первого вечера стало выступление на брестской сцене солиста национальной оперы Украины Тараса Штонды. В его исполнении прозвучали как партии из классических оперных произведений, так и народные украинские мотивы. Известный на мировой сцене Бастера Штонда посетил наш город впервые, с удовольствием приняв приглашение организаторов. Пригласили меня на этот фестиваль, Илья Григорьевна. Мне очень было приятно. Всегда приятно, когда зовут. И всегда это ответственность, потому что хочется не разочаровать и оправдать ожидания столь громкого анонса, как меня объявляют. Ну, наверное, все-таки объявляют где-то логично. И действительно много появилось в Европе, в театрах мира. И, но тем не менее, когда выходишь на сцену, поверьте, все остается сзади. Где бы человек ни пел, вот он сейчас, здесь. В фестивале «Инварские музыкальные вечера» можно смело назвать площадкой встречи настоящих мэтров. Культурный диалог – это еще одна ступень для укрепления дружбы между людьми. А удивительная классическая музыка – это слова, понятные в любом уголке мира, без транскрипции и перевода. Это наше ремесло. Это огромный труд. Это тяжелый труд. Здесь нельзя сказать, это все красиво, это лоск. А на самом деле подоплека идет очень тяжелейшая физическая, психологическая работа. Конечно, мы артисты, все певцы, мы общаемся между собой друг к другу, помогаем, поддерживаем. Очередной праздник искусства показал. Творческая жизнь в областном центре будет такой же насыщенной и в последующие годы. Для этого есть все предпосылки и потенциал организаторов, которые уже в мыслях о том, каким сделать 33-й форум искусства для брещан и гостей города.